Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги Премудрости Соломонова, глава 14. Еще, продолжает разъяснять богодухновенный наставник, абсурдность, бесплодность и губительность поклонений твари вместо Творца. Иной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля. Из дерева может быть действительно изготовлено нечто полезное, с помощью которого, если этому дереву придана форма лодки, можно переплывать моря и совершать полезную куплю, достигать нужных городов и стран, ибо стремление к приобретению выдумало оной, а художник искусно устроил. И это дело, которое принадлежит сынам человеческим, и оно имеет свой смысл, и употребление дерева тогда благоразумное. «Но промысл Твой Отец управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах». Здесь упоминается то попечение о созданном мире, которое непрестанно проявляет Отец Небесный. Оно именуется промыслом. Господь управляет все им созданные дела в обстоятельства, полезные для нашего спасения. «Показывай, что Ты можешь от всего спасать хотя бы кто отправлялся в море и без искусства». Как и всякое человеческое дело требует мастерства, так и выход в море требует большого навыка. Но милость Божия простирается и на начинающих, ибо если они тотчас погибнут по тому своему небезрассудству или неосторожности, или неопытности, то никогда им этой опытности не достичь. Потому хранит младенцев Господь, и несмотря на могущество моря погубить неопытного мореплавателя, не допускает этому произойти, являя и свое величие, и милость свою, и подчиненность ему всех земных стихий, и благопопечения о человеке, которому постепенно надлежит восходить к опытности во всяком деле земном, к которому он приступает. «Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела твоей премудрости, поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по волнам на ладье. Ибо в начале, когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная твоей рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Ной со своими детьми и ближайшими сродниками, с парами зверей по повелению Господню вошли в устроенное древом помещение, именуемое ковчегом, неким великим кораблем, который носился над водами, залившими весь мир по Божьему повелению, ради очищения его от тех сквер и пороков, которые преисполнили жизнь человечества. «Благословенно дерево, через которое бывает правда». Эти слова по неволе не только о ковчеге заставляют нас помышлять, но и о самом кресте Господнем, которое есть древо благословенное, древо нашего спасения, древо, на котором распят был человеческий грех, древо, которое понес Сын Человеческий ради избавления нашего от власти греха и смерти. А это рукотворенное, речь идет опять о идолах, проклятое и само, и сделавшее его за то, что сделал, а это тленное названо Богом. Итак, есть древо практичное и правильно используемое, есть древо святое и благословенное, которое устрояется ради спасения праведника в кресте Христовом и для спасения всего человечества, а есть и древо проклятое вместе с проклятием, переходящим на того, кто его учинил в идола для поклонения вместо богопочитания. Ибо равны ненавистны Богу и нечестивец, и нечестие Его. Господь есть самая жертвенная любовь, но, совершая беззаконие, мы неизбежно привлекаем гнев Божий к себе, не то, будто Бог теряет мирное расположение духа и воодушевляется мстительностью, а то, что неизбежны последствия нашего богоотступничества через изготовление и поклонение идолам, и это несет за собой неизбежное отчуждение от Бога, что проявляется в ужасах земной и вечной жизни без Бога. И эти самые последствия человеческого заблуждения мы называем гневом и ненавистью Божией, обрушивающимися на таковых. Ибо равны ненавистны Богу и нечестивец, и нечестие Его, и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Другими словами, земля и все дела на ней сгорят. Те дела, которые были посвящены временному. Ибо Господь хоть и благоволит к человеческим трудам, необходимым для стяжания хлеба насущного, который надлежит в поте лица своего всякому человеку производить, но помним мы и напоминает об этом Богодохновенный Учитель о конечности всего земного. И им недолговечна участь. Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божьего сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных. Создание идолов не только из дерева, но и из человеческих личностей весьма печальное явление и неизбежные последствия трагические как для тех, кто является этими идолами, предметами поклонения, так и для тех, кто этих идолов создает. Не на это ли сейчас направлена культура различных популярных исполнителей, которые привлекают к себе восторги многих своих поклонников, отвращают их от поклонения Богу живому, и сами, не имея возможности что-либо им дать, кроме кратковременного развлечения, несомненно, навлекают на себя те последствия, которые мы именуем гневом Божьим по свидетельству богодухновенного наставника, неизбежно приходящие на идолов и на их сотворителей. Ибо вымысл идолов — начало блуда и изобретение их растления жизни. Блудом именуется и отступничество от богом установленного истинного союза человека со своим Создателем. Блудом именуется и та прихотливая похоть, которая устремляется от человека на земные предметы и заставляет ради них забывать заповеди Бога своего и изобретение их растления жизни. Растление жизни — это два слова друг другу не прилежащие. Растление — это уничтожение жизни, а жизнь есть то состояние цветения и развитие, которое ей присуще. А растление жизни бывает там, где появляются идолы, где тварному является поклонение вместо поклонения Творцу. Не было их вначале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Неизбежность всякого земного строительства рая на земле и обращений своих упований на земное свидетельствует нам наставник. Причина появления этих подмен в человеческом тщеславии, в тех гордостных чувствах, которые некогда низвергли с неба денницу, и человек, начиная воздвигать в Вавилонскую башню своего земного благополучия, надеясь на земное, поклоняясь земному, неизбежно предвидит и оттого пребывает в страхе непрестанном свой конец, свое обреченное состояние, потому не может быть никакого и душевного мира, и утешения у тех, кто, отвратившись от источника всех благ, поклоняется тварному. Далее премудрый наставник рисует появление иных идолов, связанных с человеческой жизнью. Отец, терзающийся горькую скорбью о рану умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как Бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Вот эта роль авторитета предшествующих распоряжений и некритическое к ним отношение потомства становится причиной почитания умерших вместо того почитания, который установил для человечества Бог. Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай, соблюдаем был как закон и по повелениям властителей извояние почитаемо было как божество. Таково свойство многих восточных кумиров и чтилищ, где закон сыновневой почтительности, Сяо, понуждал поклоняться как источником благ, знаком, напоминающим о живших когда-то предках. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему как бы присутствующему. Когда царь Навуходоносор повелевает сделать свое изваяние и, приняв этот совет от своих коварных слуг, потребовать в отношении этого идола поклонения со всех сторон земли и от всех сынов человеческих, подчиненных ему в его царстве, то именно тщеславим и был он воодушевляем к этому поклонению. К усилению же почитания и от незнающих поощряло тщание художника. Само влиятельность изваяния поддерживалось творческими достижениями тех, кто его производил, и оно должно было произвести впечатление даже на тех, кто не был сам знаком с первообразом истукана. Ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее. Интересно, что это изваяние подкрашивается и превосходит своим благообразием того, с кого оно делалось. А народ, увлеченный красотой отделки, незадолго перед тем почитаемого как человека, признал теперь божеством, а это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью ретеранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. Несообщимым именем именует наставник именований Бога Живого, которое было сокровенно от иудеев, произносить который они не решались ради свидетельства о его божественном могуществе и непознаваемости для человека. А это всесвятое и непостижимое умом человеческим имя прилиплялось к этим подкрашенным бездушным изваяниям. Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром. После принесения своих беззаконных жертв, после поклонения бездушным истуканом именно это зло, именно это великое невежество, именно это непрестанное столкновение лжи с другой ложью называют миром, необходимым для их выживания. Совершая или детоубийственные жертвы, или скрытые тайны, или заимствованные от чужих обычаев неистов и пиршества, они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает. Теперь уже явно описывает богодухновенный наставник, к каким нравственным состояниям приводит идлопоклонство тех, кто в нем участвует. Для них уже недорого человеческого, недорога человеческая жизнь, они не знают радости и благодати благословенного супружества, они посягают на чужое, падают в прелюбодеяние и убийство, и это оказывается воздаянием за их заблуждение. Всеми же безразличия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство. Какие современные определения и превращение, смешение полов, и осквернение душ, и забвение благодарности, и разорение семейных устроений, и всякое распутство, и вероломство, и мятеж, и все то, что именуем мы социальными проблемами и криминальным состоянием, все, что именуем мы падением и безнравственностью в обществе, все это является прямыми последствиями прекращения поклонения единому истинному Богу и обращения для поклонения тому, что является изваянием рук человеческих. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина и конец всякого зла, ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву. Теперь перечисляет богодухновенный наставник то благое, что наличествует в жизни человека, но извращается его ложным упованием на ложь. Веселятся они, но не подлинной радостью, причиной которого есть единство и милость с богом своим, а неистовствуют при веселье своем. Они берутся прорицать, помня, и об этих дарах божьих, но прорицают ложь, ибо прельщены. Они живут, но живут беззаконно, они берут на себя некие клятвы пред богом, но скоро нарушают их, ибо не знают бога и именуют богом не тех, кто есть боги. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся, но за то и другое придет на них осуждение и за то, что нечестиво мыслили о боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Это прелюбодеяние от богопочитания, это пренебрежение святыней является причиной всякого общественного и народного неустройства. Так было во времена премудрого Соломона, так и ныне в 21 веке освобождены мы этими премудрыми откровениями Соломоновыми от глубокомысленного размышления о том, почему же так много несчастей и грехопадений оказывается сейчас участью народов. Да потому, что презирая святое коварно, человек сокровиществует сам себе всякое растление душе своей с последствиями самыми неисправимо трагическими. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных. Этим строгим предупреждением увещевает Соломон премудрый следовать слову премудрости, следовать божественному откровению, следовать заповедям Господним, в которых есть источник подлинной жизни для всякого человека. Продолжение следует...